Одесса В Одессе впервые проводится такой масштабный турнир, где выступают представители греко-римской вольной борьбы. Сегодня здесь представлено более 500 участников со всей Украины. Мы тщательно готовились. И самое главное, действительно, ассоциация олимпийских видов борьбы смогла объединить два вида спорта воедино. И на этих коврах сегодня мы боремся. Конечно, здесь представлены воспитанники спортивного клуба «Чемпион». Десять человек с нашего клуба, целеустремленных ребят, выступают по греко-римской борьбе. Сегодня уже до торжественного открытия пять из них одержали успешно победы. Дальше мы надеемся, что они войдут в завтрашний день в полуфинальные и финальные схватки. Организаторы отметили, что несмотря на жаркую погоду или длинный путь на чемпионат, все участники показали хорошие результаты. Год вынужденного спортивного затишья из-за пандемии практически не сказался на развитии спортивной борьбы, в частности, ее олимпийских направлений. Более того, в это непростое время развивалась и необходимая инфраструктура для подготовки будущих чемпионов мира и Европы. «Греко-римскую борьбу мы очень сильно сейчас развиваем. Знаете, у нас есть такой великий борец, как Жан Беленюк. Он много нам помогает со стороны Верховной Рады, с министерством. Поэтому борьба греко-римская и вольная сейчас сильно развивается в нашей стране. За тот год мы открыли дополнительно новых 20 спортзалов только по Украине. Это дополнительно еще около 202 тысячи детей занялось этим красивым видом спорта. Поэтому борьбу мы популяризируем, развиваем. Дети растут смелые, дисциплинированные, храбрые, достойная замена и это наше будущее». Этот фестиваль спортивной борьбы стал уникальным по ряду показателей. Во-первых, возрастная категория участников от 10 до 16 лет. Опытные спортсмены говорят, что именно в таком возрасте у юношей формируется спортивный азарт и жажда к победе. Во-вторых, два дня ярких поединков символично проводили накануне Олимпийских игр, которые проходят в Токио. Вольная и греко-римская борьба – это олимпийские виды единоборств, в которых у нашей страны есть победные традиции. Ведь первое золото летних игр в истории независимой Украины завоевал именно борец Вячеслав Олейник. Не лишним будет напомнить, что выраженец Одесской области, представитель вольного стиля, спортсмен спортивного клуба «Мангуст» Василий Михайлов, завоевал олимпийскую лицензию. Насколько вы видите, сегодня такой масштабный всеукраинский фестиваль спортивной борьбы. После длительного карантина мы все-таки запустились с легкой руки. Я думаю, что Одесская область сегодня на сегодняшний день на уровне в целом и по греко-римской, и по вольной борьбе. Тем более у нас есть сегодня лицензия, которую завоевал сегодня представитель вольной борьбы Михайлов Василий, уроженец Тарутинского района Одесской области. Он будет представлять Украину в Токио на Олимпийских играх по вольной борьбе. Поэтому я считаю, что Одесса и Одесская область сегодня лидируют в борьбе. Но пока наш титулованный земляк готовится к важнейшим стартам в своей карьере, участники соревнований только мечтают о таких высотах. Тем более им есть на кого равняться. Школьники рассказывают, что очень долго готовились к этому фестивалю спортивной борьбы. Я занимаюсь вольной борьбой, занимаюсь я уже почти 4 года. Достижений пока нет, но очень хочу стать олимпийским чемпионом. Я готовился 2 месяца, я пока еще не боролся, и я очень много участвовал в соревнованиях. Я тренировался в 2 раза больше, по выходным тренировался, чтобы бороться, стать сильным. Занимаюсь рекоримской борьбой, начав заниматься, побачив Жанна Баунюка, захотел стать и квинт. Организаторы фестиваля спортивной борьбы среди школьников также отметили физическую подготовку молодых людей. Помимо этого, почетные гости были приятно впечатлены местом проведения турнира. Спорткомплекс Национального университета Одесская юридическая академия неоднократно принимал турниры подобного уровня. Руководство университета во главе с его президентом Сергеем Киваловым позаботилось о достойных условиях для спортсменов. Комплекс на четвертой фонтана оснащен современным покрытием, обустроен всем необходимым. Раздевалки и большое количество посадочных мест на трибунах способствуют правильной спортивной атмосфере. Более того, на базе морского училища номер три Национального университета Одесская юридическая академия был создан и успешно работает тут вольные бребы планеты Академия, где занимаются не только студенты университета и курсанты училища, но также молодежь и дети со всех районов города. Это довольно-таки неплохая площадка. Здесь даже можно проводить и чемпионаты Украины. Здесь больше 300 посадочных мест, насколько мне известно. И в это время года здесь не сильно жарко, здесь обдувается и чувствую себя комфортно. Потому что в больших залах сейчас душно и кондиционерами его охладить это практически нереально. Огромное спасибо хотелось бы сказать всем участникам, организаторам, которые приняли участие в проведении, в подготовке к нашему масштабному турниру. Конечно, это представители всех федераций вольной греко-римской борьбы. Это президенту Ассоциации Олимпийских видов спорта. Из-за карантинных ограничений на массовые спортивные мероприятия фестиваль спортивной борьбы стал для ребят едва ли не первым крупным турниром в этом году. Для многих участников эти соревнования стали отправной точкой в мир профессионального спорта. В будущем надо надеяться еще одной ступенькой к заветной мечте – Олимпийским играм.